Всем привет! Наконец-то у меня дошли руки показать вам свой уход на март. Уже целую неделю стоит у меня корзина собранная и пора уже все оттуда доставать, а я все никак. Я буду показывать те средства, которые я добавляю в уход. Полный уход вы можете посмотреть в прошлом ролике за февраль. Я оставлю в конце ссылку. Ну, я сейчас так прикинула, знаете, что половина из того, что я показала в прошлом ролике, уже закончилась и ему на замену идут другие продукты. Так что давайте смотреть. Так, вместо пены для ванны я решила вылить вот такую вот, даже не знаю, как бы ее обозвать, фигню, чтобы не сматериться. Это ужас вообще. Вот я покупала. Недавно набор повелась на красивую коробочку и банан с клубникой в сливках. Ну, по факту это две одинаковые бутылки были. На одной написано гель для душа, на другой жидкое мыло. Такая вот там водичка. Ну, какое-то время пенится она. Я решила, в общем, ее даже не как жидкое мыло, потому что аромат очень химозный и невкусный. Поэтому я решила, думаю, вылью ее как пену для ванны. Все равно сейчас нет никаких пен у меня в запасах. И все, и забуду вообще как страшный сон. Ну, вот одну уже такую вылила в бутылку. Ну, кстати, пенится она тоже не особо. Пока вода еще в ванну набирается, а потом быстро оседает и все. Ну, все равно куда-то девать надо, поэтому пусть так будет. Так, мыло жидкое уже достало в использовании от фитокосметик из фикс прайса на кедровых орешках восстановление и питание. Очень густое мыло. Мне не нравится, что здесь вот эта вот верхняя часть, можно сказать, либо если бы она была плоская, то тогда бы нормально было. Либо тогда подлиннее носик, потому что мыло очень густое, туго идет помпа и оно постоянно вот сюда вот капает все. Ну, так, мыло, конечно, хорошее, очень экономичное, совсем его чуть-чуть нужно. Аромат хотелось бы какой-нибудь лесной, действительно, мороженое тут или орешки какие-нибудь. Ну, обычный такой косметический. Ну, так, в принципе, мыло хорошее. Ну, я вот думаю, что сейчас попробую те, которые я хотела, которые у меня есть. Ну, второй раз, наверное, повторять не буду, скорее всего. Так, еще мыло я добавлю кусковое. Весна все-таки хочется. Вот этот камей у меня уже залежался, хотя он мне очень нравится. С ароматом алых роз. Вообще классное мыло и гель для душа нравится такой. У него уже подходит срок годности, поэтому надо использовать. Ну, этого не подходит, но за компанию. Вообще у меня был какой-то уже кусочек от чистой линии, но мне что-то не особо понравился. Думаю, тоже надо уже использовать, чтобы не валялся ароматный жасмин. Вот, в общем, будет у меня такая весенняя тема. Так, для волос уже добавила. Я просто в прошлом видео показала шампунь с бальзамом, которых на самом деле уже там вот так вот оставалось. И я еще не знала, в общем, что буду добавлять. Ну, добавила вот такой вот шампунь от Арифлейм. Это у нас два в одном шампунь и кондиционер. Написано для густоты волос. Ну, не знаю, совершенно такой обычный, 250 мл. Красивый, очень вкусно пахнет сладким яблочком красным. В принципе, нормальный шампунь. Ну, скоро расскажу в пустых баночках. К нему я добавляла тоже маску, но она у меня уже закончилась, поэтому иногда вот будут, наверное, в пустых баночках проскакивать такие продукты, которые не там, не там не успеешь показать или забудешь. Так, мужу достала Head & Shoulders, вот такой вот маленький. Попадался в наборе 90 мл. Хороший шампунь, надо будет еще большой купить ему. То уже в запасах ничего нет. Так, еще планирую маску, вот эту вот маску бальзам, потому что у меня бальзамов вообще в запасах не осталось, надо подкупить. Ну, там есть пара бальзамов, но они к шампуням идут конкретным, поэтому я их не достаю. Решила вот эту вот маску купить, купила, ну, знаете, что-то почему-то побаиваюсь ее использовать, ну, хотя надо, я не думаю, что уж прям так сильно она будет сжечь. Это в фикс-прайсе я покупала, фрати-лаборатория, фрати-шоп с красным перцем для роста волос. Посмотрим. Большой здесь объем, 500 мл. Кстати говоря, я ее, по-моему, даже и не открывала. Можно ее открыть, посмотреть. Ага, если получится еще так быстро. Ну, смотрите, довольно-таки густая она, как пахнет. О, пахнет перчиком. Прям ядрено так. Что-то даже страшно. Ну, ладно, посмотрим. Я вообще каждый день голову мою. Не знаю, если каждый день я такое буду использовать. У меня, наверное, коса до пояса отрастет. Так. Ну, я сейчас волосы не осветляю и не накручиваю по этому наплойку, которая мне очень сильно портит волосы. Ну, так, только по праздникам. В общем, куда-то на выход. А, и поэтому, как-то, ну, лучше стали волосы расти. Вернее, они, может быть, так же и росли, но просто раньше они обламывались на середине, и длины вообще никакой не прибавлялось. Так, дальше еще я поставлю потом вот такой вот шампунь от Фаберлик Эксперт Ультра Пауэр для активного питания волос с аминокислотами. Очень красивый цвет, мне нравится. И к нему вот такую вот маску тоже для активного питания волос с аминокислотами. К сожалению, бальзама не было в этой серии. Так бы... Ой, очень приятно пахнет. Кстати, такой, знаете, как фруктис такой аромат, вот как у шампуней фруктис. Классно. Ну, Фаберлик... Ну, этих, конечно, еще ну, как бы позволяет постоять срок годности, но я сейчас стараюсь от Фаберлик все использовать, потому что больше не заказываю, и в запасах хранить смысла нет. Уже надо все использовать, и чтобы это ничего не испортилось, так скажем. Так, дальше... Скрабы, наверное, давайте покажу. Вот такой вот скраб открыла. Что-то он у меня залежался. В общем, я даже прошляпила срок годности. Ну, ничего страшного. Попробовала. Никакой аллергии не вызвала, поэтому использую. Очень классные скрабы от Экотерапии. Я очень люблю с бананом, но сначала он исчез, а потом и все остальные. Вообще не вижу ни в каких магазинах этих скрабов, к сожалению. К сожалению, очень жаль, потому что стоит 100 рублей и очень классный скраб. Это сахарный скраб. Поначалу как-то я его открывала, он пах... Ну, они малиновые, все пахнут, знаете, чуть-чуть как подкисши, подбродивши. Ну, да, есть маленько. Но вот когда его разносишь, он даже немножко чувствуется вот макадамии, аромат. Ну, в принципе, нормальный. Но он такой, не жесткий и марает очень ванну. Ну, вообще, я бы повторила, если бы они продавались. Мне теперь уже все равно, с какими ароматами нравятся эти скрабы. Для ног я поставила от Organic Kitchen, хрустальная туфелька, полирующая. Мне нравится. Надолго хватает такой баночки. Он очень густой, тоже приятный, такой свежий аромат. Морская соль и косточки белой смородины. Вот кисленько так смородиной пахнет, приятно. Так. Гели для душа. Ой, пропустила для волос. Сухой шампунь я использую на работе. Сейчас у меня там уже кончается. И возьму вот этот именно в старой версии. Он мне больше нравится. Мне кажется, он лучше работает, чем новый. Хоть у него и аромат такой ядрёный, но мне и аромат нравится. И, кстати, моим коллегам тоже. всегда спрашивают, чем я там таким вкусным набрызгала. Так. Ещё вот такой вот, по-моему, не показывала я. Это у нас лосьон от растяжек от Эйвен. Попадался мне в пакете сюрпризи. Ну, у меня, честно признаться, есть растяжки. Давно уже. Как-то раз быстро, в общем, поправилась. как-то стремительно и в некоторых местах появились. Ну, вообще, мне этот лосьон не понравился. Он очень жидкий, как вода. Я даже открывать не буду, потому что он сразу брызнет и вытечет. Плохо как-то он впитывается. Ну, пахнет приятно. Ну, я вообще не знаю, конечно, за что такую цену дерут там 350 рублей в каталоге. Это у меня, по-моему, старая версия, сейчас уже перевыпущенная. Ну, не знаю, может быть, он и работает, но нужно мазаться два раза в день, а я хорошо, если раз в три дня намажусь, поэтому сказать не могу. Работает, не работает, ну, так, для профилактики, в общем. Так, гели для душа. Ставлю вот такой вот Невей. Не получилось у меня его долго хранить, потому что я долго его искала, в магазине не было, и вот как-то купила по акции именно вот свежесть балийского цветка с ароматами франжепани и капельками масла. Видите? Когда я снимала запасы, оказалось, что у него срок годности до июня. Очень было жаль, я, конечно, хотела на лето его оставить. Ну, ничего не поделаешь, сейчас поставлю, использую. и то же самое с вот этими двумя гелями. Хотела использовать прошлым летом, они от Фаберлик, у них тоже уже кончаются. Где же я тут видела? Ну, да, тоже летом, полтора года. Думала уже использовать, как пену для ванны, или жидкое мыло, думала, сюда дозатор поставлю, но нет. Я уже хотела, с ананасом тоже в прошлый раз взяла, думаю, ой, такой большой объем. Сейчас один раз в ванну налила, мне так потом жалко стало его вот просто так расходовать, потому что гели очень классные, очень хорошо пенятся, ароматы тоже приятные. Ну, в общем, рука у меня не поднимается, поэтому поставлю и буду пользоваться. Хотя, планировала совсем другие, более такие весенние, это уже, можно сказать, более летние, но, ладно. Особенно вот этот вот мне нравится. Буду пользоваться. раз уже достояли они до такого момента. Так, еще для тела достану вот такой вот спрей Танканто, розовый букет и кашемир с нотами Интерио от Эйвен. Один раз побрызгалась уже, приятный. Буду пользоваться, это у нас новиночка. Тоже хочется уже каких-то роз, весны. Так, что у меня тут осталось для рук и остальное для лица. Тоже вот по той же причине исходящего срока годности уже пора доставать вот этот вот крем для рук, для крем Фаберлик с фисташковым маслом и молочными протеинами. Так, он здесь зафольгирован, надо его распечатать, чтобы уже точно я им пользовалась. сейчас допользую, который у меня остался и... Ой, и как, что-то его спрессовался тут не открыть. Посмотрим. О, он тоже такой густой. Ну-ка, как пахнет. Ну, пока еще на улице холодно, можно. Ну, пахнет-то нежно, приятно, действительно. Молочно-фисташковый такой аромат. Да, больше, наверное, на зиму мне, по крайней мере. Так, и для лица что добавляю? Добавляю вот такую вот новиночку для снятия макияжа с глаз. Двухфазное средство от Эйвен. Вчера уже попробовала, тут прям масло, такой цвет мне вообще нравится, синий. Оно очень быстро, кстати, обратно отстаивается. Тоже красивый цвет получается. Пока вот один глаз стирала, вчера смотрю, он уже опять в прежнее состояние вернулся. Ну, масло, конечно, очень много масла, поэтому, кто не любит такими средствами пользоваться, кому это мешает, но я бы не сказала, что прям пелена какая-то перед глазами. Ну, я люблю, у меня макияж такой более-менее стойкий всегда, поэтому я предпочитаю двухфаски. Маленький объемчик здесь, в принципе, стирает хорошо. Это мне понравилось. Дальше заканчивается у меня там скраб, тоже поставлю вот такой ананасовый скраб для лица, это тайский. Инна мне присылала посылочку. Он такой жирненький, я тоже думаю, сейчас пока холодно, будет как раз, мне кажется, мне его до лета хватит. Присох, ладно, не буду уж ковыряться тут. Красивый и вкусный, наверное. Так, добавить хочу вот такую вот маску от бабушки Агафьи на лосином молоке, органический белый пчелиный воск, лосиное молоко, сахалинская шелковица, радиола, розовая. Вот, 100 мл здесь. Сейчас откроем тоже, наверное. Ох, посмотреть. О, она густая такая. Интересно. Что-то аромата я пока никакого не чувствую. Хотела, думаю, может быть, в такую баночку переложить, чтобы проще было пользоваться. Баночку уже выкинула, так что придется из пакетика. Может быть, из пакетика будет удобнее. Так, еще тоже из последней посылочки Ира мне присылала вот такой вот мицеллярный очищающий гель 4 в 1 для лица, век и губ. Тоже интересно будет попробовать. Уже пользуюсь, достала вот этот вот крем, тоже уже срок годности подходит. Хороший, кстати, крем. Легкий такой, без напряга, никаких, если не хочется, какого-то там трехслойного утяжеления, там всякие сыворотки и так дэй и т.п., просто хочется намазать легким кремом. Я бы не сказала, конечно, что он прям сильно легкий, он достаточно густой, приятно пахнет, слава богу, не облепихой, потому что это я не люблю. Хороший крем, в общем, с удовольствием пользуюсь, тоже присылала мне уже давным-давно, года два назад уже Ксюша, она уже канал-то свой забросила, мы до сих пор подарками ее пользуемся с девчонками. Так, и хочу добавить вот такие вот две сыворотки, думала сначала может быть одну, но решила обе положить. От Эйвен, Эйню, маленькие мини-версии, омолаживающие максимальная молодость и ровный тон и укрепление. По 10 миллилитров они и такие вот малявочки. Сейчас сразу коробочки наверное сохраню, чтобы потом было, что вам рассказать в пустых баночках. Все, это наверное все, что я добавила. Достаточно так много, я бы сказала. У меня и в пустых баночках не меньшее количество всегда, так что ничего удивительного. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.